Всем привет! Сегодня я расскажу про историю любви между офицером вермахта и служанкой-еврейкой. Фильм называется «Исключение». Раздевайся. Фильм начинается с кадров девочки, лежащей на земле. Капитан Штефан Брандт, проснувшись в холодном поту, бросает взгляд на женщину, собирающую вещи. На вопрос Штефана увидятся ли они снова, женщина отказывается. Спустя мгновение раздается звонок телефона, голос которым просит Штефана явиться. Капитан Брандт узнает, что отправляется в Голландию командовать личной охраной бывшего императора Германии, кайзера Вильгельма II, сбежавшего 20 лет назад из-за поражения в Первой мировой войне. Немецкие войска как раз вошли в Нидерланды этим утром, что позволит капитану беспрепятственно добраться до предместия Дорн, бывшего императора Германии. Войдя в особняк, Брандт передает адъютанту кайзера приказ о своем назначении командиром личной охраны Вильгельма. Адъютант предупреждает, чтобы на территории предместия никаких приставаний к прислуге. Супруга Вильгельма, который в данный момент колит дрова, просит кайзера пригласить на ужин капитана Бранда, чтобы произвести на него хорошее впечатление. Раз сюда прислали солдат для охраны, значит кайзер нужен своей стране. И сейчас каждая мелочь важна. Встретившись с инспектором Дитрихом, Брандт узнает, что в его задачи входит полная запись всего, что говорит кайзер. Особенно, если Вильгельм произнесет что-то неуважительное в сторону Рейха. Также, по словам Дитриха, британская разведка могла внедрить своего шпиона в окружение кайзера, так как они засекли радиопередачи к соседней деревне. Возможно, что кайзеры хотят либо похитить, либо убить, но Брандту эта затея кажется глупой, ведь кайзер отошел от дел более 20 лет назад. Тем временем, в предместе в кабинет кайзера входит служанка. Задавая вопросы, Вильгельм узнает, что Мика новенькая и родом из Голландии, которую в данное время захватывают войска нацистской Германии. На вопрос, захватила бы девушка Голландию, если бы командовала войском Германии, девушка без аминки отвечает «Да, ведь Голландия так красива». Рассмеявшись, кайзер приглашает девушку на следующее совещание. Вечером Мика стучится в расположение капитана Брандта. Девушка передает слова кайзера о приглашении на ужин на следующий день. Глядя на Мику, Брандт приказывает раздеться. Подойдя к девушке, капитан хочет овладеть Микой, но, схватившись за живот, произносит, что принимает приглашение кайзера на ужин. Войдя в особняк Вильгельма, Брандт встречает адъютанта, который кратко инструктирует капитана о поведении в обществе бывшего императора и его супруги. Вернувшись к себе после ужина, Брандт застает Мику у себя в комнате. Девушка приказывает капитану раздеться, после чего, обнаружив на его теле огромный шрам, толкает Брандта на кровать. Утром адъютант сообщает Вильгельму, что, по словам Брандта, в окружении кайзера находится британский шпион, из-за чего капитан просит разрешения переехать в особняк. Кидая хлеб уткам у пруда, Вильгельм замечает Брандта. Кайзер снова приглашает Штефана на ужин, после чего просит Мику проводить капитана до его новой комнаты в особняке. Сказав свое имя, Мика просит не называть ее так, ведь она может лишиться работы, если узнает, что служанка спит с офицером вермахта, да и самому Штефану может не поздоровиться. Утром капитан встречается с инспектором Дитрихом, по словам которого они засекли еще одну передачу шпиона. Машина с пеленгатором всего одна, но когда прибудет вторая, они смогут точно определить местоположение источника сигналов. Глядя на Мику, инспектор мечтательно произносит, что с удовольствием бы ее допросил. Штефан предлагает не бегать за служанками, а искать вторую машину с пеленгатором. Мика встречается с мужчиной, из разговора с которым становится понятно, что девушка и есть британский шпион, передающий информацию своему куратору. Пастор успокаивает Мику, объясняя, что если бы на нее падали хоть какие-то подозрения, она была бы давно арестована, но все-таки просит быть осторожнее. Мика, вернувшись в особняк, слышит звонок вызова прислуги. Спрятав пистолет, она выходит из комнаты и встречает Штефана. Бранд просит девушку сообщить ему, если инспектор будет к ней приставать, а уж он-то разберется с кетаповским офицером. В рабочем кабинете кайзера Вильгельм рассказывает, что не хотел развязывать войну, поражение в которой он потерпел. По его словам, он отправил телеграмму, которую люди из его окружения, заинтересованные в войне, перехватили. Вильгельм, когда гости разошлись, спрашивает Мику о ее семье. Кайзер обещает помочь, если девушке или ее родным что-то нужно. Мика хочет что-то сказать, но в кабинет входит принцесса Гермина, из-за чего Мика сразу же выходит. Вернувшись в свою комнату, девушка обнаруживает в постели Штефана. Капитан просит прощения за их первую встречу, однако Мика признается, что и сама в тот момент хотела его. Утром, покинув девушку, Штефан достает пачку сигарет, взятую со шкафчика Мики, на пачке следы оружейного масла. Встретив у пруда инспектора, капитан узнает о завтрашнем приезде Гиммлера. В обязанности Штефана в ходе доставить Гиммлера после ужина с Кайзером на конспиративную квартиру, а также предоставить список всей прислуги в доме, которую они начнут обыскивать через час. Встретившись с Вильгельмом, Штефан даже не успевает сказать, что это секретная информация, как в кабинет влетает супруга Кайзера с таким же сообщением. Выйдя из кабинета и встретившись с адъютантом, Штефан просит его сообщить Вильгельму не шутить о Рейхе в присутствии Гиммлера и инспектора Дитриха. На вопрос, есть ли в доме оружие и кто его чистит, Штефан узнает, что служанки не имеют доступ к оружию. Прибывшему инспектору капитан сообщает, что весь дом уже в курсе приезда Гиммлера. Так как кто-то отправил телеграмму супруги Кайзера, обыскав весь дом и ничего не обнаружив, инспектор с солдатами покидает предместе, а Штефан замечает, как Мика бежит в сторону деревни. Встретившись с куратором, Мика сообщает о завтрашнем приезде Гиммлера, которого она может убить. Девушка желает отомстить за смерть своего отца и мужа. Однако куратор против, так как в этом случае основное задание Мики будет провалено. Их встречу через окно наблюдает Штефан, проследивший за девушкой. Благодаря второй машине, инспектору удается запилинговать радиосигнал, посланный куратором Мики, которого солдаты арестовывают. Утром Штефан снова просыпается от кошмара, который постоянно снится капитану. На вопрос Мики, что это за сон, Штефан рассказывает о деревне в Польше, где эсэсовцы расстреляли всех женщин и детей. Одна из девочек была еще жива, когда Брант хотел ей помочь, но она скончалась у него на руках. За это Штефан избил офицера, отдавшего этот чудовищный приказ. По словам девушки, большинство офицеров эсэс – такие же монстры. Но Штефан не хочет в это верить. Собираясь уходить, Мика получает предложение пожениться от Штефана. Из-за их спора парочку обнаруживают. Одна из служанок просит Кайзера вернуться в дом, где супруга Вильгельма сообщает ему о связи между капитаном Брантом и их служанкой, что запрещено. Гермина увольняет Мику, но Кайзер просит разговора с этими двумя наедине. Вильгельм признается, что и сам грешен внебрачными детьми, поэтому оставляет Мику дальше работать, но предупреждает впредь быть осмотрительнее. Выйдя из кабинета Кайзера, Штефан получает сообщение от инспектора Дитриха. Приехав, Брант узнает, что инспектор поймал шпиона, передававшего радиосигналы, в котором Штефан узнает человека, с которым вчера встречалась Мика. Моментально всё сообразив, Штефан отправляется в предместье Кайзера, но ничего не говорит Мике. После встречи Гиммлера, Штефан ведёт девушку в подсобное помещение, где рассказывает о том, что пастора, её куратора, вчера арестовали и сейчас ведётся допрос, на котором он рано или поздно всё расскажет. Штефан обещает сохранить всё в тайне, если девушка сейчас же уйдёт из особняка Кайзера, но Мика против, так как хочет выполнить свой долг. Вернувшись в свою комнату, Штефан обнаруживает инспектора, который сообщает, что пастор скоро расколется. Только капитан опрокидывает стопочку, как в комнате появляется Гиммлер. Рейхсфюрер РСС сообщает, что Гитлер простил Кайзера и разрешил тому вернуться в Германию спустя 20 лет изгнания. Однако это всего лишь уловка, чтобы выявить монархистов и их единомышленников. Штефан и инспектор должны будут перехватить всю корреспонденцию и рапортовать лично Гиммлеру об адресах отправки или доставки. Во время ужина Гиммлер рассказывает, что на всех захваченных территориях они будут избавляться от ненужных людей, таких как старики, инвалиды и дети. Однажды они провели эксперимент, ввели инъекцию 10 младенцам, из-за чего те погибли во сне. 10 человек за одну минуту – это очень неэффективно, по мнению Гиммлера. Зная о преданности адъютанта, Штефан после ужина просит его передать Кайзеру о ловушке, устроенной Гиммлером. Спасибо. Поднявшись в комнату Микки, Брандт не находит девушку. Мика в это время встречается с Кайзером, который пришел в лес поколоть дрова после ужина. По словам девушки, она должна уйти навсегда, но у нее есть сообщение от Уинстона Черчилля. Понимая, что девушка и есть шпион, у Вильгельма случается сердечный приступ. Взывая о помощи, девушка прибегает в особняк, где Штефан интересуется мертвый Кайзер. В этот момент раздается телефонный звонок с сообщением, что пастор раскололся, и все рассказала Микки. Штефан просит довериться ему, так как девушка не успеет скрыться. Позвонив охране, Брандт приказывает перекрыть все входы и выходы. Принцесса Гермина тем временем находит Кайзера, который в полном порядке. Вильгельм сообщает супруге, что получил приглашение от Уинстона Черчилля скрыться в Англии, а затем снова стать императором Германии, когда та потерпит поражение в войне. Однако Кайзер отказался от этого предложения, как и от предложения Гитлера вернуться в Берлин после выслушанной речи Гиммлера. Подъезжает микроавтобус, в который Штефан и адъютант грузят Кайзера. Под предлогом того, что Вильгельму нужно в больницу, Штефан оставляет принцессу Гермину и адъютанта, а сам уезжает, забрав по дороге Мику. У ворот уже стоят автомобили гестаповцев, расколовших пастора. Штефан сообщает, что у него в автобусе Кайзер, которому срочно нужно в больницу из-за сердечного приступа. Но инспектор Дитрих решает досмотреть автобус. Один из гестаповцев открывает заднюю дверь, в которого стреляет Штефан, а затем убивает и самого инспектора. Покинув территорию особняка, Мика благодарит Кайзера за то, что он спас ей жизнь. Вильгельм рад, что им удалось попрощаться, после чего старик отключается. Остановив автобус и выбросив пистолет, Штефан спрашивает, есть ли у девушки где скрыться. Мика зовет его с собой, однако Бранд решает остаться. Ему ничего не грозит, ведь он отвез Кайзера в больницу, а шпион расстрелял офицеров у ворот, так что он должен быть вне подозрений. Убегающий в лес девушки Штефан кричит, выйдет ли она за него замуж, на что Мика просит найти ее после войны. Сев в автобус, Штефан увозит очнувшегося Кайзера в больницу. Спустя некоторое время Штефан получает посылку, распечатав которую, Бранд видит книгу, которую читала Мика. На титульной странице послание с адресом, где девушка будет его ждать. Тем временем в Лондоне Мика сидит у озера. Ей сообщает, что премьер-министр готов с ней встретиться, и когда девушка поднимается, заметно, что она беременна. В это же самое время в Берлине звучит воздушная тревога и слышен рев двигателей самолетов. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр. До новых встреч.